Девушки отдыхают На самом деле я хочу немного поговорить о юзер-экспириенсе и о действиях, которые необходимо исключить из процесса для того, чтобы получить больше конверсий, заработать больше линков и стать более популярными в соцсетях. Давайте я вам покажу, что я имею в виду. Во-первых, эмбет-код. Многие веб-сайты используют эмбет-коды повсюду. Слайдшер хороший пример. Когда вы заходите, вы можете видеть там некую презентацию, и вы можете ее копировать и вставить на вашу страницу. Битли другой хороший пример. На Битли есть маленький сектор, копировать-вставить. Вы вставляете линк, и он превращается в краткую ссылку Битли, и вам нужно ее скопировать. Все это делают. Ютуб, Вимео. Любую инфографику, которую можно скопировать, имеет эмбет-код. Эмбет-код — феноменальный способ получать линки, особенно на контент, который люди хотели бы разместить на их сайтах. Проблема возникает, когда вы делаете из этого мультишаговый процесс. Фактически, мы видели несколько сайтов, которые предлагали сделать единственный клик, чтобы копировать ссылку в буфер обмена автоматически. Этим они отличаются от других сайтов типа Битли, которые предлагают несколько действий или заставляют копировать целиком эмбет-код — Ctrl-A, Ctrl-C. Мне приходится копировать его самому, и это приводит к другим эмбет-кодам, что означает больше линков на сайты, которые вы хотите, с тем текстовым анкором, который вы хотите. Мы удаляем ненужный шаг, этот вторичный шаг, и делаем так, чтобы одного клика курсора было достаточно, чтобы скопировать ссылку в буфер обмена. На экране появляется переходное сообщение, временное сообщение, которое говорит скопировать в буфер обмена. Теперь все, что нужно сделать, это вставить, и все. Очень легко и просто. Номер два. Более короткие, ориентированные на действия имейлы. Мы посылаем множество имейлов, мы делаем рассылки, которыми мы пытаемся привлечь внимание интернет-пользователей на наши сайты. Мы посылаем имейлы, чтобы попросить наших друзей кликнуть на наш сайт в соцсетях. Все это можно сделать более четким и более деятельным. Мы не совсем правы, когда придерживаемся привычного развернутого плана, типа, начну-ка я, пожалуй, с красивого вступления, представлюсь, кто я такой, потом я напишу немного о своей компании, и, наконец, в конце я напишу то, ради чего я вообще задумал это письмо. Я чувствую, что просто необходимо придерживаться именно такого плана. Имейл — это средство развернутого общения между людьми, которые уже друг друга знают, когда они хотят многим поделиться друг с другом. Но когда переписка идет между новыми людьми, незнакомыми людьми, я нахожу, что самые эффективные письма, нацеленные на то, чтобы получить отклик, типа такие. «Эй, Рэнд, мне нравится то, что вы делаете в МОЗ, не мог бы ты переслать это твоей команде по маркетингу?» «Или у нас есть приложение, которое должно понравиться твоим ребятам, не мог бы ты это им передать?» «Все это не займет много времени». Или такие письма. «Проверь это новое приложение, оно делает то-то-то». «Круто. Все это происходит очень быстро. Все пресс-релизы, которые я получаю, выглядят так. «У нас такая-то компания, вот наша деятельность, вот наш последний пресс-релиз, мы получили такое-то финансирование на такой-то проект, не мог бы ты написать о нас или поговорить с нашим директором по телефону?» «Ребят, все, что вам нужно сделать, это дать мне имейл вашего директора и сказать, типа, «Эй, чувак, я хочу пообщаться с тобой». «Я отвечу, да, давай пообщаемся в чате, это обещает быть интересным, если это действительно интересно». «Надо быть кратким, ориентироваться на конкретные действия». Номер три. Более простые формы регистрации. Боже мой. Вам вовсе не нужно собирать все эти данные за один раз. Мне нужны имя и фамилия, мне нужно знать адрес человека, либо, по крайней мере, его город и штат. Вы можете получить все эти данные позже, благодаря их приложению, если они его используют. Вы можете их получить из IP-адреса, который определяет местонахождение и т.д. Вы можете даже определить, с какого устройства они пишут. Дело в том, что люди все чаще выходят в интернет с мобильных устройств, поэтому им очень не нравится заполнять регистрационные поля. Я единственное, что могу вытерпеть, это написать имейл и пароль. Но поля, требующие подтверждения пароля, это ужасно. Это просто бесит, потому что набирать пароль два раза на мобильнике сложно, так как нет специальной клавиатуры. Если вы сможете удалить эти поля или попросить подтвердить имейл позже, будет лучше. Даже если люди напишут свой пароль неправильно или позже забудут его, у вас все равно будет их имейл. Вы можете написать им и попросить подтвердить их пароль. Если выяснится, что их пароль неправильный или они забыли его, не страшно, вы можете решить эту проблему позднее. Главное, что они зарегистрировались у вас, вот что вам нужно. Номер 4. Я знаю, что HTTP это общеизвестный протокол, так же как и G-TTP, или по крайней мере, допустим, что он является таким. Делайте свой контент более уместным, относящимся к делу. Очень часто я вижу, как в Твиттере или соцсетях или на Inbound.org или Hacker News пишут следующее. Тест уровня конверсации сайта показывает, что эта вещь действует эффективнее той. Круто, но затем мне приходится прокручивать сайт вниз, чтобы наконец увидеть этот тест. Он в самом низу контента сайта. Я точно не знаю почему, но очень часто, когда речь идет о контенте блога, об инфографике, видео и вообще обо всем, чем мы делимся в интернете и что имеет хороший контент, мы стараемся сказать, вот что я хочу вам сказать, и я по какой-то причине акцентирую именно это, а не то, что важно вам. На самом деле то, что важно вашим клиентам, должно занимать самое главное место на странице. Если у вас есть важная вещь, которую вы хотите мне сообщить, я проверю ее, я зайду на вашу домашнюю страницу, я посмотрю ваши страницы с описанием продукта, посмотрю, чем занимается ваша компания, поскольку она меня привлекает, у вас клевый бренд, классный блог, пост и т.д. Я зайду на ваш сайт, чтобы посмотреть видео, которое мне рекомендовали, посмотреть на инфографику, посмотреть на текст, узнать что-то новое, решить какую-то проблему. Так, пожалуйста, поместите это все наверх, на видное место. Благодаря этому в следующий раз я вновь захочу зайти на ваш сайт, у меня будут позитивные ассоциации с вашей компанией, я обязательно поделюсь вашим контентом, и это будет здорово. Номер пять. Это происходит весьма часто, и это всегда очень эффективно, а именно, когда помещать ссылки в соцсетях конкретно на то, что имеет важность на странице или на сайте. Например, часто это раздел с описанием продукта или очень интересное видео или демо. Я уверен, что самые эффективные ссылки в соцсетях именно те, что указывают прямо на то, что нужно. Иногда можно встретить в URL-поле JavaScript, в котором есть система HashBank или что-то иное в этом роде. Те люди, которые делятся своим контентом напрямую, достигают больше результатов, чем те, которые помещают ссылки на весь их сайт целиком. Делитесь именно тем контентом, с которым вы хотите познакомить ваших клиентов или меня. Это будет лучше. Вообще, вот вам пример. Недавно мне нужно было разместить в Твиттере линк на одну страницу, на которой мы соревновались с другой компанией по поводу того, кто из нас лучше работает в одной конкретной области. Я посылал в Твиттере ссылки на этот сайт. На этом сайте людям нужно было прокрутить мышью вниз, чтобы увидеть маленькое окошко для голосования. Но на этом окошке я увидел маленький URL, благодаря которому можно было напрямую ссылаться на это окошко, а не на весь сайт целиком. Когда я твитнул этот URL, я увидел, что он привлек гораздо больше внимания. Фактически, я получил в пять раз больше голосов пользователей Твиттера, чем раньше. Я тут же получил сто голосов, тогда как раньше мне приходилось размещать ссылку несколько раз, и я получал всего лишь 15-20 голосов. Это яркий пример того, что лучше ссылаться напрямую именно на ту вещь, которая для вас важна. Так вы добьетесь гораздо больших результатов. Последнее, о чем хочу сказать, сохраняйте своих пользователей залогиненными. Запас, Амазон, прекрасный этому пример. Google также старается сохранять логины своих пользователей так долго, насколько это возможно. Вы помните, как было с Твиттером? Вы были всегда разлогиненными, и вам каждый раз при входе на сайт приходилось заново вводить свои данные, даже если вы кликали на значок «Помни меня». Вы должны вводить логин много-много раз, каждый раз, когда возвращаетесь на сайт. Если ваш сайт требует, чтобы пользователи каждый раз логинились заново, даже если они выбирают функцию «Помнить меня», то вам от этого только хуже. Это убивает вашу конверсию. Я не имею в виду, что это распугивает ваших покупателей. Нет, просто кто-то мог бы оставить комментарий, поучаствовать в вашем сообществе, поделиться чем-то, получить контент, который иначе бы он не получил, оказать вам какую-то пользу. Мосс сделал так раньше, и это сильно уменьшало степень нашей конверсии. Это было примерно 18 месяцев назад. Я думаю, что теперь KSA и команда инженеров активно поработали над тем, чтобы вы максимально долго оставались залогиненными. Пока это еще функционирует не идеально, но намного лучше, чем раньше. Об этом свидетельствуют данные. Можно увидеть больше комментов, больше людей, заполняющих их аккаунты, все эти действия, гораздо больше пользовательского информационного материала, и все это благодаря залогиненному состоянию. Все это специфичные примеры. Главное, что надо запомнить, это не делать необязательных шагов. Не надо совершать какие-то действия и требовать от ваших посетителей вещей, которые им не нужно делать, особенно в связи с распространением мобильного интернета и с преимуществами, которые в последнее время нам предоставляют увеличение скорости интернета. Мы знаем, как специалисты в веб-индустрии, что посетителям очень важно выполнять свои задания в интернете предельно быстро. Они все чаще выходят в интернет на телефонах, компах, ноутбуках, планшетах. Нам нужно предоставлять им такую возможность, если мы хотим быть успешными на рынке веб-маркетинга. Ну что же, надеюсь, вам понравился этот Whiteboard Friday. Встретимся с вами на следующей неделе. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok